Банк низкообогащенного урана в Казахстане будет небольшим, прозрачным и надежным. Российским СМИ рассказали обо всех аспектах внешнеполитической инициативы Казахстана по созданию банка под эгидой МАГАТЭ. Представители посольства Казахстана в России ответили на вопросы, связанные с хранением низкообогащенного урана на территории Ульбинского металлургического завода. Выбор места для расположения банка российские эксперты считают своеобразным знаком качества для страны. Это означает, что соблюдение норм атомной энергетики в Казахстане находится на очень высоком уровне. Напомню, что соглашение о создании банка Казахстан и МАГАТЭ подписали вчера в Истане. На его создание и функционирование в течение ближайших 10 лет будет выделено около 150 миллионов долларов. Безопасность объекта будет регулироваться законодательными и нормативными требованиями Казахстана. При этом банк будет соответствовать всем нормам по безопасности МАГАТЭ. Абсолютно безопасно. Потому что сам по себе этот низкообогащенный уран, он не представляет радиационной опасности. Он просто не представляет. Около этих самых цилиндров, которые будут храниться, уровень радиации такой же, как естественно. Это событие имеет очень важное значение не только для Казахстана, но и для всей мировой атомной энергетики. Почему? Потому что речь идет о создании первого в мире такого банка низкообогащенного урана, который будет использоваться в целях мирного развития атомной энергетики. Что касается выбора площадки для расположения этого банка, то он тоже сделан не случайно. На территории Казахстана создана вся необходимая инфраструктура. Продолжение следует...